Всем привет! С вами Рома Поляков и рубрика «Новости с парнями». Этот формат мне помогает делать команда проекта «Парни плюс». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там каждый день свежие новости, интервью и обзоры на квир-темы. Ссылка будет в описании. Начнём с болтовни в СМИ. Минюст Чуйченко. Кстати, в прошлых выпусках я здорово перевирал его фамилию. Депутат Филатова и глава СК Бастрыкин отметились трансфобными высказываниями. Давайте разберём их чуть внимательно. Итак, начнём с Александра Бастрыкина. Он заявил, что люди, которые меняют пол только в документах, являются мошенниками. По мнению главы СССР, такое поведение граждан мешает обороноспособности страны, да и вообще вредит её интерес. Чуйченко в этот раз снова анонсировал новый законопроект трансфобный закон представят буквально на днях. В этот раз он высказал личное мнение. Если грубо, он бы трансгендерным людям лечил голову, а не полмени. Как он выразился, возвращал бы их к природе с помощью психологических практик. Вообще, в миру это называется конвенционной терапией, но, видимо, Константин таких терминов не знает. А вот Ирина Филатова сложила какой-то кривой лего из самых разных слов. Там и проституция, и трансгендерные люди, и суициды, и много чего ещё. Я попробую пересказать кратко. В общем, людям навязывают и трансгендерность, а те начинают платить деньги алчным фармкомпаниям за дорогие лекарства для того, чтобы у них хватало этих самых денег. Они уходят с нормальных работ, высокооплачиваемые, по мнению Ирины, проституции и навкотрафик, потом разочаровываются в своей жизни и совершают шуицид. По совету Ирини, наверное, воспользоваться искусственным интеллектом, кажется, сложив 2 плюс 2, он сможет написать на основе этих фактов действительно разумный текст о том, как с хейтидом приводит отсутствие репрезентации людей и, конечно же, отсутствие помощи со стороны государства в трансгендерном переходе. Не забыл о нас к верности Владимир Путин. На параде 9 мая он, конечно же, вспомнил о традиционных ценностях в нашей борьбе с Западом. Хорошо, что он хотя бы о трансформерах на 9 мая, на параде победы не вспомнил, это было бы особенно забавно. Вообще, подобные истории, конечно, лучше, чем трансфобные и гомофобные законы, которые прям напрямую портят жизнь. Однако именно эти слова создают контекст, в котором эти законы потом кажутся не такими пугающими, а для кого-то даже нормальными. Кстати, не только законы, но и поведение людей. Например, избедение блогера по имени Влад Дурак. Он снимал очередной тикток на улицах Москвы, переодевшись в женскую одежду. Прямо во время съемок на него налетели два парня и избили, как утверждает Влад ногами по голове. Блогер обратился в полицию, однако там над ним посмеялись, сказав, что, вообще-то, сами бы убивали таких, как он. На историю Влада даже Мизулина отреагировал. С одной стороны, она сказала, что на полицию надо жаловаться, потому что четкие бездействия не ОК. С другой стороны, не ОК и то, что Влад провоцирует своей юбкой и леопардовой сумочкой людей на агрессию. Желаем Владу здоровья! Власти Саудовской Аравии ищут там с вами двойные послания. На прошлой неделе они опубликовали на сайте местного министерства туризма строчку о том, что рады ЛГБТК плюс туристам, а на этой запретили стране игру Final Fantasy 16. Конечно, все дело в квир-персонаже, который есть в частности основных героев игры. На этой неделе не было новых обвинений в гей-пропаганде, зато были разборки со старыми обвинениями. Во-первых, дело Гелы Гогишвили вернули в суд и со второго раза его таки признали виновным пропагандой. Штрафу назначили в 100 тысяч рублей. Кстати, на канале Гелы и Хаояна вышло свежее большое видео, там они рассказывают обо всех своих злоключениях последних недель. Ссылку на канал я оставлю в описании. Посмотрите историю из первых уст. Еще 100 тысяч за ЛГБТ-пропаганду заплатит житель Якутии 22 лет. Все дело в том, что он вышел в прямую эфир в свой инстаграм и там на вопрос подписчика ответил «да, ня, гей». Это и посчитали пропагандой. К слову, наш герой свою вину признал и, видимо, штраф выплатил. Московский суд оштрафовал Гугл на 3 миллиона рублей. На ютубе нашли ролики о гей-свадьбах и гей-родительстве. Что это конкретно за ролики, не сказано, однако удалить надо, конечно же, абсолютно всем. Вообще, Гугл подобные иски не признает, штрафы не платит и видео не удаляет. Видимо, поэтому прямо сейчас в России дочерняя структура Гугл проходит процедуру банкротства. Гугл должен России уже десятки миллионов рублей. Верховный суд Непала встал на сторону гей-пар. Граждане Непала по имени Аксип Послел и его иностранный партнер Тобиас Фольц заключили брак за границей, а теперь хотят жить в Непале. И они подали заявление в суд о том, чтобы их брак был признан на территории Непала. Сейчас в Упале нет ни однополых браков, ни однополых гражданских партнеров. И суд встал на их сторону. Он обязал правительство страны рассмотреть этот запрос. Более того, суд порекомендовал исключить из Конституции поправку о том, что брак — это союз мужчин и женщин. Я очень жду времени, когда российский Верховный суд сможет порекомендовать что-то подобное российской Госдуме. В июне в США запустится сервис квир-такси. Работать в нем будут только квир-люди, а вот пользоваться — все, кто ЛГБТК плюс сообщество поддержат. Владельцы бизнеса — пара с 12-летним стажем. Роберт и Стивен — они воспитывают двоих детей. Они обещают, что не только дадут тысячи рабочих мест квир-людям, а также будут помогать дружественному квир-бизнесу, распространяя рекламу, и в целом сообществу, распространяя важные для квир-сообщества новости. А нам остается лишь вспоминать, что в середине десятых в Москве тоже было квир-такси. Когда еще не было приложений по вызову, нужно было звонить по телефону и вызывать себе водителя. Надеемся, что со временем квир-такси возродится и в России. Российский квир-НКО проводит май очень активно. Во-первых, Екатеринбургский ресурсный центр запустил месяц ЛГБТ-родительства. На своем сайте они собирают и рассказывают истории о принятии квир-детей их родителей. Заходите на сайт, ссылку я оставлю в описании. Там много доброго и очень теплого. Это нам всегда нужно. А Пермский радужный мир проведет экскурсию по историческим квир-местам города 17 мая. Чтобы записаться на эту экскурсию, она будет закрытой. Нужно написать в бот Telegram лучше. Ссылку я оставлю в описании. Надеюсь, вам удастся попасть на эту экскурсию. Она проводится, кстати, не в первый раз. Если вы любите следить за парочками селебрити, то у нас новый квир-союз. На прошлой неделе свои отношения подтвердили актриса Лили Роуз Депп и рэперша 070 Шейк. Их отношений уже 4 месяца. И в таблоидах довольно много информации о них, а так все это было неофициально. Теперь же Инстаграм подтвердил, а не па. Пулитеровскую премию в этом году получила трансгендерная писательница Андрея Лонгчу. Эксперты отметили пять ее критических статей для Нью-Йорк Таймс, в числе которых тексты, посвященные мальчикам из произведений Ханье Янги Хару и романам фантастики Октавии Батт. Также у Андреи вышла книга под названием «Женщины». В 2019 году она была номинирована на премию ЛЛА. Текст Андреи несложно найти на английском языке. Но если вы читаете только на русском, советую вам подборку от «Парней Плюс». Они собрали в одном материале более 50 телеграм-каналов, которые ведут открытые геи. И каждый канал они разобрали. Уверен, вы сможете найти канал по своему вкусу. Подписывайтесь на телеграм-канал «Парней Плюс». Там свежие новости, подборки интервью на квертемы каждый день. Ссылку я оставлю в описании. А еще подписывайтесь на мой канал, бейте в колокольчик, переходите в ТикТок. Там много всего интересного. И, кстати, на следующей неделе новостей с парнями не будет. Но я обещаю, что мы это точно наверстаем.